МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Это говорю я, Ленин Климович. Хау! Дорогие мои, сегодня у нас первая из серии игр, которые, ну, знаете, нужно готовить с Аней летом и телегу зимой. Мы потихонечку набираем состав для предфинальных красивых супер-игр. И вот на каждой игре, а будут разные игры разных возрастов, мы будем отбирать маленькую звёздочку, которая потом засияет у нас перед Новым годом. Итак, сегодня первая из таких игр в нашей уникальнейшей эрудит пятёрки, где, как вы знаете, 5 вопросов в теме, 5 тем в дуэль-игре и так далее, и так далее, 5 разных игр и 25 минут эфирного времени. Потрясающая игра, нигде такой нет. Итак, слева от меня сегодня в красных шарфах пятиклассники из 51-й гимназии, Арсений Брилёв у них капитан. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот справа семиклассники, не догадаетесь, в какой гимназии. Снова из 51-й, и у них капитан Илья Мазур. АПЛОДИСМЕНТЫ Игра совершенно экспериментальная. Дело в том, что я бы назвал 51-ю гимназию города Гомеля, скажем так, флагманом интеллектуального движения. Там три тренерские площадки, там работают три разных тренера. Ну вот сейчас представлены питомцы Марины Масловой и Ирины Карпенко. Итак, начнем. Наша блеф-игра, наша Донетка, ведущий. То ли говорит правду, то ли врет. Нужно его либо поймать на лжи, либо согласиться с тем, что он говорит правду. Итак, начнем. Арсений кто? Пойдет Маша. Маша, Маша, готовьтесь. Илья Мазур, капитан Синий. Пойдет Смаль, Даниил. Хорошо, итак, Маша против Даниила. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, экспериментальная игра пятиклассники из 51-го гимназии против семиклассников из этого же государственного учреждения образования. Итак, начнем. Верите ли вы, что Илья Муромец родом из города Мурома? Прошу. Да. Да нет, из того ли города из Мурома, из того ли села из Карачарова, он деревенский хлопец. Какой Муром? Вот, пошел бы городской хлопец с мечом на ядолище поганой или словья разбойник. Только смелый деревенский мужик может это сделать. Итак, могли бы вы заработать пять очков? Нет, не получилось. Верите ли вы, что чернец это монах? Маша? Нет. Нет. Чернецом называют монаха, он ходит в черной одежде, в черной рясе, в черном клубке. Вот это монах, поэтому и чернец. Играем. Верите ли вы, что ежи прекрасно ловят мышей? Да. А у вас фальстарт, между прочим, за этим очень строго следит наш электронный судья. Маша, у вас есть шанс? Да. Вот эти неповоротливые, медленные, колючие, нет, они не умеют ловить мышей, это общее заблуждение, кошки для этого есть, в интернете зайдите, котики везде и мышей ловят. Играем. Видим, что цветных морей на глобусе четыре. Нет. Нет. Давайте считать по пальцам. Белая – раз, красная – два, желтая – три, черная – четыре. Все, больше нет. Синее море, нет такого моря. Играем. Ну, сумеет ли хоть кто-нибудь взять пять очков на последнем вопросе? Верите ли вы, что второе название знаменитой царь-пушки – дробовик российский? Да. Ну, наконец-то, да. Он стрелял. А назвали ее дробовиком, потому что она стреляла дробом, мелкими камешками и другими мелкими, как говорится сейчас, поражающими элементами. Бабах, и сразу целая толпа врагов лежит. Дробь, картечь. Итак, пять-ноль, синее впереди. Дуэль играем. Дуэль играет пять тем, пять вопросов в теме, все времена, все страны, все герои. Итак, пять тем. И у вас будет некоторое время, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание, первая тема, первый бой – мир вокруг нас, ну, природоведение, грубо говоря. И то, и другое, многозначные слова. Третий бой – герои книг. Я перечисляю персонажи, вы называете книгу. Даль веков – историческая тема, понятно. Ну и пятый бой – все живое. Биология, зоология, ботаника и так далее, и так далее. А тем не менее, время уже пошло, вы решаете, кто какую тему на себя готов взять. Заявляйтесь капитаном, они вас расставят по местам. Время истекло. Итак, первый бой. Мир вокруг нас. Арсений, кто более-менее так разбирается в природоведении? На первый бой пойдет Матвей. Матвей, великолепно Матвей, готовьтесь. А Илья у вас? А у нас с Малей Даниил. Итак, Матвей против Даниила. Вперед! Руку на кнопку, Матвей. Хорошо, за вас болеет студия. Это гидрооксид железа. В сухом месте и в воде, очищенной от кислот, она к железу не пристает. Ну, что ж такое появляется в сыром месте на железе-то, а? Гидрооксид такое, рыжая-рыжая. Ржавчина. Ржавчина, конечно. И первая фиоличка у насчет у красных. Полюса – это наиболее удаленные от него точки Земли. От чего они удалены? Прошу. Экватор. Экватор, великолепно. Разрушительные волны, которые обрушиваются на берег после землетрясений, называются… Цунами. Цунами, прекрасно. Это планета, следующая после Земли, если считать от Солнца. Красненькая такая. Да. Марс. Марс – это правильный ответ. Матвей, изо всех сил вам помогаю, понимаю, что вот трудно вам тягаться. Человек, который на два года аж старше вас, целая эпоха. И заканчиваем. Атмосфера не имеет четкой верхней границы, потому что она там постепенно переходит. А во что же она переходит? В космос. В космос, космическое пространство. Ну что, отлично отыграл свой второй и последний выход Данил. И счет у нас 25. Пять малышей немножко пригорюнились. Не бойтесь, у вас еще есть ваше секретное чудо-оружие, которое вы можете пустить в ход в любую секунду. Следующий бой у нас. Играем. Вторая тема, вторая тема, тема второго боя и то и другое. Кто у вас так ориентируется в русском языке? Маша. Маша, хорошо. Машенька, готовьтесь, это ваш второй и последний выход. А у нас ориентируется Илья Дроздов. Итак, Маша против Альи, вперед! Маша, отлично, за вас болеют. Машенька, не подкачайте. И то, и другое. Это и вселенная, в широком смысле, и время без войны. Мир. Это правильный ответ, да. А еще так называлась орбитальная станция, которую сбросили в Тихий океан. Теперь вы это знаете. Это и собака длинная такая, и цена. Машенька, ну что же вы сделали? Это был фальстарт за этим безумно строго следить наш безумно строгий электронный судья. Прошу вас. А он не знал. Его могли бы выиграть пять очков. Возможно. Маша, все уже, время есть. Скажите, что вы хотели сказать. Такса? Такса, конечно же! Вот хоть ты возьми своим авторским велением подарить человеку пять очков. Нельзя, правила не дают. Играем. Это можно делать и с печками, и с кораблями противника. Да? Топить. Топить. Топить, конечно. Это и аллюр лошади, и такая лесная кошка. Да, Машенька? Пантера. С кисточками. Какая же? Есть такое вот движение лошади? Лошадь идет пантерой. А что есть? Рысь. Рысь, конечно! Пяничков! Их можно носить на носу, а можно и заработать в нашей игре. Прошу. Очки. И это правильный ответ. Итак, 10-40. Лидируют старшие. Маша все-таки сумела, хотя с помощью ведущего немножко, но ответить на два вопроса. У нас в следующий бой. Играем! Итак, внимание, герои книг. Я читаю персонажей, вы называете книгу. Читатель у вас кто, Арсений? Алексей. Леша, внимание. А у вас? А у нас самоначитанные, это Настя. Алексей против Настей, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пилюлькин, Винтик, Шпунтик, Цветик, Знайка. Прошу. Приключения Незнайки. Ну? В Светочном городе. Мог бы не принять, конечно. А может попробуем, может Алексей правильно назовет книгу. Приключения Незнайки в Солнечном городе? Нет. Приключения Незнайки и его друзей называется. Книга в Солнечном городе не была ни Пилюлькина, ни Винтика, ни Шпунтика. Он туда с кнопочкой ездил в свадебное путешествие. Играем. Грифон, Гусеница, Птица Дуду, Безумный Шляпник, Соня, Мартовский Заяц. Прошу. Алиса в Стране Чудес. И это правильный ответ, да. Граф Бодавентура, Тетушка Ганимет, Раз-два-трис, Проспера, Тибул. Да. Это Три Толстяка. Отличное знание, великолепно. АПЛОДИСМЕНТЫ Архип Кузнец, Егоровна, Шабашкин, Маша, Раекуров. АПЛОДИСМЕНТЫ Дубровский. Это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Спокойно, Леша, я Дубровский. Отлично. Минерва МакГонагал, Люциус Малфой, Профессор Снег, Хагрид. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Арсений? Я. Отлично. Илья? Капитанский бой. Капитанский бой, великолепно, вперед, вперед, капитаны. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начнем. Серьезные опросы. С 1309 по 1377 аж год их резиденцией был не Рим, а Авеньон. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот они правили... Да. Папы римские. Папы римские, да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Заставили французские короли иметь резиденцию в Авеньоне. Играем. Из густынской летописи. Учинил Витин себе герб и всему княжеству литовскому печать вооруженный рыцарь на лошади с мечом. Что сейчас называют? ПОДИСМЕНТЫ ПОДИСМЕНТЫ Погоня. Погоня, это правильный ответ. Литовский герб погоня. Эту эпоху характеризовали гуманизм, развитие искусства и науки. ПОДИСМЕНТЫ Возрождение. ПОДИСМЕНТЫ Правильный ответ. Торуйский мир 1411 года закрепил в Прибалтике итоги этой знаменитой битвы. Торуйская битва 1411. ПОДИСМЕНТЫ Грюнвальская. Это правильный ответ. В 17 веке зерно пенька и лёв в Беларуси вывозились или ввозились? ПОДИСМЕНТЫ Вывозились, конечно. Зачем нам в Беларуси то, что мы сами производим? Отлично. 5 очков Арсению. И так, счёт стал 20-75. Лидируют старшие. Всё живое у нас. Итак, Арсений, у вас остался один игрок. Я понимаю, кто это? Это Анастасия. Анастасия. У вас Илья? А у нас Дирес, Иван. Хорошо. Итак, Настя про Еваней. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Десять. Ваня, а вам? Тринадцать. Тринадцать. Вам не стыдно обижать такую маленькую девочку? Стыдно. Стыдно. Вот сейчас девочка вас обидит. Смотрите. Итак, внимание. Никакой пощады. Внимание. Чешуи крылые насекомые всем известны и многими любимы. А по-другому они называются... БАБОЧКИ Бабочки, конечно! АПЛОДИСМЕНТЫ Перед делением клетки они в ядре удваиваются. Настя? Хромосомы. Хромосомы, конечно! АПЛОДИСМЕНТЫ Я в десять лет еще не знал таких слов. Они возникли в воде, растут в воде и являются предками наземных растений. Настя, вот тут вы фальстарт сорвали. Прошу вас, Иван. Я не знаю. Я не знаю. Настя, что хотела сказать? Водоросли. Водоросли, конечно же, играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Эти представители сумчатых живут в Беларуси. БЕЛОДИСМЕНТЫ Ну, есть вообще? Нету ее? Нету. Нету? Точно нету? Нет у нас сумчатых в Беларуси. Браво, Настя! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛЕСНЕВЫЙ ГРИП ПЕНИЦИЛ или ПЕНИЦЕЛЛА образует этот антибиотик. Фальстарт снова у Настей и дарит шанс Ивану. Ваня, тихо, тихо, что за подсказки? Ванечка? ПЕНИЦИЛЛИН ПЕНИЦИЛЛИН, браво, наконец-то! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, после пятого боя 35-80, младшие пока отстают, но у нас еще впереди море вопросов. Мы играем. Тест игру, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Есть, это Алексей. Это Алексей. Леша, мы вас ждем. Илья у вас? А наш смельчак – это Дороздов. Илья. Хорошо, итак, Алексей против Ильи. Вперед! Тест игру! Итак, поехали. Про жменью на сенья, какую, знаешь ли, у гробницы египетской, вот такие слова писал. «Вось символ твой забытый край уродный». Писал. А. Янка Купала. Б. Максим Богданович. И Ц. Кондрат Крапива. Так. Б. Б. То есть Максим Богданович. Это правильный ответ. Плюс 10 очков. Символ передачи «Шток декады», который вы можете видеть на экране, это А. Сова. Б. Филин. И Ц. Сыч. Фальстарт у вас. Прошу. Сова. Нет, не сова, это всеобщее залуждение. На самом деле на экране появляется именно филин. Вот такой символ. Играем. Косой или Х-образный крест. Это символ святого А. Андрея. Б. Франциско. Ц. Георгия. Прошу. Эээ... Андрея. Андрея, отлично. 10 очков. Почему его еще называют Андреевский крест и у российских судов Андреевский флаг с косым крестом. Играем. Единорог. Считается символом А. Невинности. Б. Неудержимости. И С. Неуловимость. Прошу. Неуловимости. Неуловимости. Это неуловимые мстители считаются из фильма старого. Прошу. Ответ А. Укротить единорога могла только невинная девушка. Это правильный ответ. Вот есть такая легенда. Пять очков на подборе заработали старшие. От древнего символа славы, лаврового венка, который возлагался нагло в гении, в героев, происходит современное понятие. А. Чемпион. Б. Лидер. И С. Лауреат. Прошу. С. Лауреат от слова лавр. Лауреат. Это правильный ответ. Итак, 45-105 после тест игры. Мы переходим к игре с картинками. Наша любимая слайд-игра. Играем. Слайд-игра. Что может быть проще? Видишь картинку, видишь буквы на ней и называешь, собственно, что изображено. Арсений, кто у вас готов? Опять я. Хорошо. А Илья? А это у нас придет Настя. Итак, Арсений против Насти. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фактически одна из самых дорогих наших игр. Ничего жать не надо. Правильно, молодцы. Руки уже на виду. Правильно это 15 очков. Игра на подборе 10. Лидирует у нас старшая. Настя без улыбки вышла. Вот такое ощущение, что она проигрывает 100-500. Вот. Уживы начинают улыбаться. Начинаем с вас. Вы видите картиночку. Говорите в микрофончик. И я вам либо засчитаю 15 очков, либо говорю, Арсений, ну как можно не узнать, это крокодил. Итак, поехали, Настя. Волшебная палочка. Первый слайд. Авианосец. Это авианосец, плюс 15. Хорошо. Поехали. Арсений. Это бетон. Это бетон, да. Отлично. Пока равная игра. Анастасия, прошу вас. Это валуны. Валуны, точно. Арсений. Это газон. Класс. Хорошо. Настя. Тишина. Дева. Дева. Не дева. Она уже не в том возрасте, чтобы быть девой. Прошу. Это дама. Это дама с горностаем. Одно из великих полотен Леонардо да Винчи. Плюс 10 на подборе. Арсений, играем с вами. Это Европа. Или Евразия. Так Европа или Евразия? Это Евразия. Евразия, конечно же. Европа, она вот такая маленькая. А наша Евразия, это о-о-о. Почти как Беларусь. Настя. Жесть. Жесть. Согласен. Жесть. Когда 105-45, это жесть. Хорошо. Арсений, с вами играем. Это завод. Завод, да. Наш МПЗ, кстати. Анастасия. Идолы. Да, пасхальские идолы на острове Пасха. Хорошо. Арсений, ваш последний шанс. Это кабачки. Все, доиграли. 130 у младших, у красных, 165 у синих, у старших. Появился шанс, появилась интрига. Риск-игра, вперед. Итак, наша риск-игра. Разрыв не столь уж и велик. Арсений, я так понимаю, вы свое чудо-оружие снова пускаете в бой. Это Настя. Это Настя. Итак, Настя, готовьтесь. Настя скромно стоит в роли чудо-оружия. Или, как я понимаю, сами пойдете? Да, сам пойму. Итак, Настя против Ильи. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вода делает это быстрее, чем на равнине. Фальстарт у вас, Анастасия. Илья, у вас шанс. Замерзает. Замерзает. Вас никто не заставлял отвечать. Минус 20. Она на самом деле кипит быстрее, потому что атмосферное давление ниже, и она кипит при более низкой температуре. 130-145. Илья, я напоминаю, вас никто не заставляет отвечать. Вы можете отказаться от ответа. Ну, вы ответили. Правило есть правило. Играем. И то, и другое. Он удерживает растение в почве. Он же значимая часть слова. Настя. Корень. Это корень, да. 150-145. Настя будет командовать вперед. Герой книг. Тараканы, букашки, бложки, пчела, кузнечик, паук, комар, светляки, жуки рогатые, муравей. Настя. Муха-цокотуха. И на правильный ответ. Илья, догоняйте. Даль веков. О временах Людовика XII и Людовика XIII во Франции читатель чаще узнает из книг об их приключениях. Да. Трех мушкетеров. Браво! Илья, нужно драться до конца. 170-165. Итак, решающий вопрос. Никогда не думал, что пятиклассники, играя против семиклассников, выйдут к решающему вопросу. Когда все решает, одно нажатие кнопки, одна догадка, один правильный ответ. Поехали. Все живое. Это высокоорганизованные, теплокровные животные, приспособленные к полету. Настя. Птица. Браво! Птица высокого полета. Настя. Итак, в самом начале игры я обещал, что мы подбираем звезд и звездочек для наших предфинальных игр. Как в воду глядел? На мой взгляд, я никому обращаться сейчас не буду. Тут все ясно, без слов. На игре нашлась и звезда, и звездочка. И поэтому я чисто приглашаю в одну из сборных на предфинальную игру Илью Мазура, как лучшего игрока Синих. А лучшим игроком этого матча я хотел бы назвать Настю Костереву, которой всего 10 лет. Ну, которая уже вполне достойна встать на предфинальных играх в любую сборную. Она любую сборную украсит. Ну, а сейчас получить от автора книгу «Легенды и мифы нескучного сада». Настя, бери, читай, владей. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такие вот дела у нас бывают на эрудии пятерки. Встречаются пятиклассники с семиклассниками. И чудо-оружие, вовремя примененное, всегда побеждает армию, которая уже решила, что она вот-вот воздвигнет флаг над поверженным соперником. Вот так и получается. Так и в жизни. Ребятушки, деритесь до конца. На экзамене, в жизни, в любой схватке с любым противником. Ну, а у нас, наверное, пятерки в пять раз все это сильнее. Итак, напоминаю, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ